Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте! Вы смотрите программу «Суд до дела» и сегодня с вами в студии снова я, Юлия Кроу. Ишимские полицейские по-прежнему пытаются навести поэдок в сфере стихийной торговли. Согласно действующим законам Тюменской области, продавать избытки сельхозпродукции можно только в специально отведенных местах. Однако местные рыбаки и дачники предпочитают стоять там, где за день проходит больше людей. На пенсионеров жалуются владельцы АКСных магазинов, которым бабушки неедко портят торговлю. В то же время сами пожилые люди сетуют на маленькие пенсии. Мы попытались разобраться, кто прав и кто виноват в данной ситуации. При встрече с полицейскими большинство уличных торговцев пытаются отказаться от товара, утверждая, что продукция им не принадлежит. Соседи же торговцев, попавших под внимание стражей закона, в это время продолжают стоять за импровизированными прилавками. Молоко, творог, мясо и рыба тем временем впитывают в себя уличную грязь и выхлопные газы проезжающих мимо машин. Транспорта на той же Карла Маркса немало. Однако торговать в специально отведенных для этого местах народ не желает, поясняя, что на авангарде нет покупателей, а на центральном рынке за место нужно платить. Покупки у уличных торговцев всегда лотерея. Иногда качество отпускаемой продукции, особенно в летнее время, можно проверить лишь ценой собственного здоровья. Однако, несмотря на усилия полиции, стихийные рынки, а их в городе несколько, не исчезают. И многие продавцы, оплатив наложенные взыскания, возвращаются на привычное место. За совершение торговли в неположенном месте предусмотрена административная ответственность кодекса Тюменской области об административных правонарушениях. Это статья 3.10. Торговля в неположенном месте. Санкции данной статьи включают в себя предупреждение или штраф от 500 рублей до 2000 рублей. Уличная торговля – проблема не только Ишима. Есть она и в других городах. Но, пожалуй, только у нас пенсионеры с дарами садов и огородов и рыбаки со своими ароматными уловами занимают часть тротуара прямо в центре города. Изменится ли что-то в ближайшее время, сказать сложно. В исправительной колонии номер 6 шагают в ногу со временем. Здесь делают все, чтобы облегчить службу своим сотрудникам и, конечно же, перевоспитать осужденных. Чтобы сделать это, специалисты внедают инновационные технологии. Кроме того, сейчас подобные закрытые учреждения уже начали подготовку кадров для будущей службы. В каких специалистах нуждаются сегодня исправительные колонии и какой новый вид свиданий появился на нашей шестерке – в следующих сюжетах. Современные технологии не стоят на месте. Развивается и уголовно-исполнительная система. Уже сегодня здесь заняты подготовкой кадров для учреждений исполнения наказания нового типа. Ведь когда коллективное содержание осужденных канет в лету, появится больше возможностей для индивидуальной работы с каждым из них. И тогда сотрудники ФСИН должны будут стать не просто охранниками или людьми в форме. В настоящий момент особое внимание уделяется профессиональной подготовке. То есть знание компьютерных технологий, знание психологии осужденных, проведение социальной работы, воспитательной работы. В системе ФСИН функционирует 8 высших учебных заведений и 7 их филиалов. Специализированные вузы в Рязани, Перми, Владимире, Пскове, Воронеже и других городах уже сейчас ведут набор абитуриентов, поскольку документы необходимо подать заранее. В исправительной колонии номер 6 также готовы принять бумаги выпускников школ за время, оставшиеся до вступительных экзаменов. На каждого завтрашнего студента будет заведено личное дело. Состоятся и соответствующие проверки. Естественно, нужно понимать все нюансы своей будущей профессии. Сейчас в системе исполнения наказаний требуются не просто молодые и грамотные специалисты. У поступающих в вузы в СИН не должно быть судимостей, и при этом каждый должен обладать высокими моральными качествами и хорошей физической подготовкой. В то же время у тяжелой, на первый взгляд, предстоящей службы есть немало преимуществ. Им предоставляется отсрочка от службы в вооруженных силах. После окончания высшего учебного заведения им присваивается специальное звание – это лейтенант внутренней службы. Плюс к этому ежегодно курсанты высших учебных заведений Федеральной службы исполнения наказаний имеют право на бесплатный проезд в отпуск, который составляет 30 дней, и обратно. И плюс обязательно государственное страхование. Самое главное, что всех окончивших названные образовательные учреждения ожидает 100% трудоустройство по специальности с обязательным вещевым довольствием и другими льготами. Еще один большой плюс – зарплата сотрудников уголовной исполнительной системы. Уже с 1 января 2013 года они значительно вырастут и сравняются с нынешними окладами полицейских, которые не так давно увеличились в несколько раз. По словам специалистов ИК-6, узнать подробности о вступительных испытаниях в ВУЗы данной системы и прочие нюансы сегодня просто. Достаточно лишь заглянуть на официальный сайт УФСИН. У заключенных, отбывающих сроки в Ишимской исправительной колонии номер 6, появилась возможность чаще видеть своих родных. С недавнего времени здесь стали возможны видеосвидания. Связь с близкими, похожая на общение по знакомому многим скайпу, в учреждении осуществляется через специальный видеотерминал. Еще один плюс такого интерактивного общения с родными для заключенных в том, что подобные звонки не сокращают положенное им количество настоящих свиданий. Да и навестить находящегося в местах не столь отдаленных мужа или сына могут далеко не все. Первая видеовстреча состоялась всего пару недель назад и длилась ровно 15 минут. То есть как определяется алгоритм действий родственники осужденных связываются с фирмой КОКОС, которая осуществляет непосредственное соединение. Значит, представители фирмы связываются с нашим учреждением. Мы согласовываем время, дату проведения видеосвиданий. После чего осужденный мы приводим к видеотерминалу. Новый терминал для видеозвонков отличается быстрым соединением с абонентом и отличным качеством изображения. Для родственников осужденного такое общение не сильно ударит по карману. Стоимость звонка в среднем составит около 300 рублей. Для многих это существенно дешевле поездки в колонию. К тому же администрация ИК-6 сейчас планирует приобретение карт для осужденных, чтобы те сами после разрешения руководства могли связаться с близкими. По предварительным данным и опросам осужденных мы проводили первое, конечно, впечатление у них очень такое, так сказать, но можно даже сказать радостное, потому что возможность увидеть вот так вот родственников вживую, это не далеко, не было такой возможности раньше. Сейчас, пожалуйста. Устройство для видеосвязи – не единственная чудо-техника на территории колонии. Еще один необычный терминал уже второй год находится в столовой «шестерке». Через него можно обратиться к начальству, получить информацию о возможности краткосрочных и длительных свиданий, условно-досрочного освобождения или перевода в колонию поселения. Здесь же можно ознакомиться с действующими законами, узнать о наборе в учебные заведения и даже о вакансиях в центрах занятости Ишима и близлежащих районов. Допустим, при освобождении я захотел устроиться на трудоустроиться, на работу. Я заложу в центр Маканси, проверяем. Вот какие есть списки – Абадский, Армезонский, Ромашерский, Бердюрский, Вагайский. Дальше, допустим, нажимаем на Абадский район, да, я захочу туда устроиться. Дальше я заложу. Решу так же. Абадское село. Ну, пожалуйста. Вот они все и идут, куда можно трудоустроиться, на работу. Вся информация в этом терминале обновляется еженедельно, и заключенные охотно пользуются прибором. Естественно, новая техника появляется в колонии не случайно, и она не только упрощает процесс общения с близкими или начальством. Главная ее задача, как, впрочем, и всех сотрудников исправительного учреждения, помочь осужденным найти свое место на свободе и уже никогда не возвращаться за решетку. Дорожно-транспортные происшествия. Не всегда обходятся без пострадавших. Сегодня специалисты работают над тем, чтобы сократить во имя прибытия экстренных служб на место ЧП. Репетиции спасения на дорогах проходят и в нашем городе. О том, всегда ли тяжело в учении, знают ишимские пожарные. 7 марта в страшную аварию на одной из дорог по Ишиме попал автомобиль «Жигули». Пострадавших двое, водитель и его пассажир, оба в тяжелом состоянии. Одними из первых на место ДТП побывают сотрудники пожарной охраны. Кайпкие мужчины с нашивками МЧС на форме не только спасут потерпевших из повротившегося в ловушку и готового вот-вот загореться автомобиля, но и окажут до поезда скорой первую помощь. Именно по такой легенде на днях состоялись учения подразделений пожарной охраны по ликвидации ДТП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основными целями учений была отработка действий сотрудников спецслужб по спасению пострадавших и ликвидации последствий ДТП. На счету у саивнующихся была каждая секунда, ведь по и настоящим ЧП и она может стоить чьей-то жизни. Впрочем, и соперники из других пожарных частей не давали ишимцам расслабиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проведение данных соревнований у нас организовано ежегодно. То есть инициаторами проведения данных соревнований главного управления МЧС по Тюменской области в соревнованиях принимают участие подразделения города Заводуковска, города Илутровска, поселка Амутинский, поселка Галышманово и города Ишима. То есть пять команд. По итогам состязаний ишимцы оказались лучшими. Их результат – четыре с небольшим минуты. Вторыми стали представители Илутровска, на третьем месте – Галышманово. По традиции победители вскоре отправятся на аналогичные состязания в Тюмень. А если выиграют и там, будут защищать честь города, сойдя коллег уже в Уральском федеральном округе. Впрочем, главное для сотрудников МЧС даже не победа. Ведь в реальной жизни в разбитых машинах оказываются совсем не манекены. В ликвидации дорожно-транспортных происшествий принимаем участие практически ежедневно, как на федеральных трассах автомобильных дорог, так и в населенных пунктах, и города, и поселениях. Маленькие дети и подростки порой доставляют немало хлопот не только своим мамам, папам, но и стражам закона. Одни девочки и мальчики сбегают из дома в поисках лучшей жизни, а другие выдумывают совершенные в отношении них преступления. В отличие от взрослых, детям, согласно закону, за подобные поступки ничего не грозит. Однако зачастую поведение ребенка очень сильно зависит от того, какие у него отношения сложились с родителями. Эта 17-летняя девушка ушла из дома еще 10 февраля, а найти и вернуть домой ей удалось лишь несколько дней назад. 11-классница, поэкендовавшая на золотую медаль и занимавшаяся музыкой, сбежала от воспитывавшей ее бабушки аж в Нижний Тагил. Деньги на билет школьница взяла из личных сбережений. Долгое время она копила на покупку компьютера. По словам специалистов, сбегают из-под надзора взрослых сегодня дети в возрасте от 12 до 18 лет. Причем бегут они не всегда из государственных учреждений, где их заставляют жить по-изжиму, или от непутевых мам и пап. Участились самовольные уходы несовершеннолетних и семей. И если ранее мы наблюдали, что дети покидают чаще неблагополучные семьи, то в последние годы прослеживается тенденция, что и из благополучных семей, где, казалось бы, внешне все хорошо, спокойно, достаток, дети покидают семьи. Одни подростки уходят из дома из-за конфликтов с родителями, другие потому что считают, что никому не нужны. Есть и еще одна категория – девочки и мальчики, которые предпочитают слоняться по дворам и даже уезжать в другие села и города из-за того, что просто любят путешествия и приключения. Склонность к бродяжничеству психологи назвали цыганским синдромом. Так, например, сейчас в городе есть 14-летний школяр, мама у которого не аидка пьет, а сам он ищет пропитание на улице. В тот день, когда мы планировали пообщаться с Айбенком, он пропал в очередной раз. Мама обратилась только единожды. То есть это нормальная ситуация для нее, когда сын не ночует дома. Впоследствии, через несколько дней, мальчик был найден, соответственно, пояснил, что просто не хотел возвращаться домой, гулял, ночевал в подъездах. И также подтвердил, что уже неоднократно уходил из дома. Каждый раз, когда в городе исчезает Айбенок, на поиски тут же отправляются не только полицейские, но и сотрудники Следственного комитета. По каждому факту они проводят проверку. Ведь сбежавший подросток мог не только совершить поиступление, что также иногда случается, но и сам стать жертвой злоумышленников. Похищение, убийство, изнасилование. Никто из маленьких бродяжек не застрахован от стоячей на улице с нехорошими людьми. Однако сами дети, как правило, до конца не понимают, что делают. По сравнению с прошлым годом, если в этом году у нас зарегистрировано 12 случаев безвестного отсутствия несовершеннолетних, в прошлом году за этот же период было всего 8 случаев. В принципе, имеется рост. Если сравнивать по годам, то за 2011 год у нас проводилось 78 проверок по безвести пропавшим несовершеннолетним. В 2010 году всего 41. Всех детей, сбежавших из дома в 2012-м, удалось найти живыми и здоровыми. Однако впереди весна и лето. По статистике, большинство побегов приходится именно на теплое время года. И если вы сейчас в СОИ со своим чадом или ваш ребенок уже пытался жить один, еще есть возможность исправить ситуацию и наладить отношения в семье. Насильники и извращенцы последнее время стали часто мяищиться горожанам. Так, 25 февраля в 4 часу утра в полиции раздался звонок. Женщина на другом конце провода сообщила, что ее изнасиловали. По встрече с сотрудниками правоохранительных органов, 47-летняя пострадавшая рассказала, что она спала и проснулась от того, что на ней находился неизвестный мужчина без штанов и в маске. Злоумышленник поигрозил, назвав ее по имени и сказав «молчи, я маньяк», после чего продолжил удовлетворять свои сексуальные потребности. Потом якобы поиступник бесследно исчез. Однако вскоре выяснилось, что пробраться в дом к барышне было не так-то просто. Жилье охраняли две большие злые собаки. Когда женщина была в состоянии алкогольного пьянения, была доставлена в следственный комитет, она сказала, что она ничего не желает. Написалось заявление в присутствии у понятых, что она не желает, чтобы проверка проводилась. И что эта история ей приснилась. По факту других аналогичных ЧП, связанных уже с маленькими детьми, людям в погонах также пришлось немало потрудиться. Так, 23 февраля по телефону 02 поступило сообщение о том, что дедушка изнасиловал свою восьмилетнюю внучку. Впоследствии выяснилось, что ребенка никто и не думал трогать. Кроха решила оговорить деда, потому что он ругал ее в тот день и вообще она его не любила. А 9 февраля 10-летняя девочка пришла домой в слезах и рассказала маме, что в автобусной остановке по дороге в школу уходит дяденька, который останавливает детей и демонстрирует малышам свое мужское достоинство. Испуганная родительница сообщила, куда следует. По тайвоге тут же были подняты все спецслужбы. Однако оказалось, что психа никто из школьников больше не видел. Да и подкараулить его стражам закона так и не удалось. По словам сотрудников правоохранительных органов, подобные не случившиеся преступления доставляют им немало хлопот. Поиск несуществующих злодеев, опрос свидетелей и прочие следственные действия не аидко отнимают у специалистов то драгоценное время, которое они могли бы потратить на помощь настоящим пострадавшим. К сожалению, это понимают далеко не все наши земляки. И если детей выдумщиков еще можно как-то понять, то для взрослых обманщиков в уголовном кодексе даже пойдут смотря на статьи за подобную ложь. И прежде чем звонить 02 и рассказывать байки, всегда лучше подумать, а нужна ли вам судимость. Наркотики продолжают оставаться проблемой номер один. И если в Китае дельцов не пугает даже смертная казнь, то возможные сроки в колониях тем более не смущают отечественных преступников. По словам стражей закона, с каждым годом молодых ишимцев все чаще ловят с дурманом. Иногда в дежурную часть доставляют одних и тех же горожан. Почем на втором месте среди изъятых наркотиков продолжает оставаться конопля местного сбора. Признать виновным в совершении преступления предусмотрено частью 2 ст. 228 УК РФ и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без штрафа. На основании ст. 73 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы, сквит, но считаем условным и установить испытательный срок на 1 год. Пока в наркоконтроле ждут тепла и готовятся объявить очередной этап профилактической операции МАК, в ишимских судах продолжают выносить поиговоры еще за траву прошлогоднего урожая. Этот молодой человек всегда хорошо учился и к тому же был неплохим спортсменом. Увесистая пачка грамот и благодарственных писем говорит в его пользу. Зачем осенью прошлого года он нарвал целую сумку конопли, объяснить на суде бедолага так и не смог. Находясь на берегу реки Ишим, расположенной вблизи улицы Комбайнера города Ишима-Теменской области, для личного употребления наркотического средства без цели его сбыта путем сбора частей дикорастущих растений коноплей, незаконно приобрел наркотическое средство марихуанной массой, высушенной до поставленной массы в виде 248,8 грамма, который поместил в рюкзак, после чего незаконно хранил его при себе до 18.52.10.2011 года. Далеко не все попавшиеся с наркотиками, так же, как и наш первый герой, сознают свои ошибки. Так, на днях к 3,5 годам условного срока и 20 тысячам рублей штрафа был осужден еще один 19-летний Ишимец. С пакетом конопли его в залинейной части города задержали полицейские. До этого злоумышленник уже имел проблемы с законом. В марте 2012-го его судили за наркотики уже во второй раз. Однако, по словам Стражи Паятка, некоторые граждане предпочитают не собирать части диких растений, а выращивать дурман у себя дома. Конечно, сейчас люди в погонах гораздо чаще задерживают преступников не с растительными, а с синтетическими наркотиками. Но, как бы там ни было, ответственность предусмотрена законом для всех, кто его нарушил. Остается только напомнить, что статья 228 Уголовного кодекса предусматривает до 10 лет лишения свободы. На этом у нас все. Соблюдайте закон и не забывайте о своих близких. А мы с вами встретимся ровно через две недели в четверг, 29 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова